Итак, доброе утро, дорогие друзья. Суккот Самех. Давайте чуть-чуть уже Суккот в середине, мы уже стали мудрыми, чуть-чуть глубже. Раф Гирш рассматривает в своих книгах внутреннюю связь между войной Гога и Магога и праздником Суккот. В названии Гог можно увидеть то же слово как крыша. И тогда сразу видно, что мы можем понять. Это отличие суки, покрытой непрочной листвой. А в действительности вся история человечества, она как бы соткана из этого противоречия. Люди способны обеспечить свою безопасность и защититься от своих земных соседей. И все это они делают при помощи каменных стен крепких. Поэтому они вводят в себя в заблуждение, думая, что они могут обезопаситься также от того, что приходят к ним свыше. И вообще, ну как, помните, построил город, хозяин своей судьбы. Они думали, что венчав здание вот такого вот человеческого величия, такими остроконечными крышами или там памятниками высокими, это будет знак независимости от Бога. Поэтому вот эта война, о которой говорят Гога и Магога, это битва крыши против Суки. Это сражение между иллюзией крыши, иллюзия. Потому что безопасность без Бога, она иллюзия. И вот эта вот безопасность, якобы, да, иллюзия между крышей, которая толкает людей на непрерывный труд и на кривду, на все, что хочешь, лишь бы там, вот я удержусь. И есть правда Суки, то есть радостная уверенность, спокойствие, сопровождающая того, кто полагается на защиту Всевышнего. Это вообще разные вещи. В течение года вообще суд вот происходит над миром четыре раза. В Пейсах мы судимся относительно урожая зерна, в Шавот относительно плодов, в Рашашана все люди проходят перед ним как овцы. И в Сукот мы что относительно воды? Вода без воды вы знаете, что такое засуха, что такое, как можно прожить без воды невозможно. Но вода это и Тора, поэтому мы наверное судимся все-таки еще и на то, насколько мы хотим учить Тору, насколько мы на следующий год будем ее учить, это очень важно. Сукот праздник, когда сидят вместе, да, то есть надо подумать немножко о других. Талмуд великолепно сформулирует эту идею, которая начинается с чего? С того, что Всевышний одевает ноги в истории с первыми людьми, Адамом и Ихавой, а заканчивается с тем, что он хоронит мертвых, то есть похороны Машера Бейну, о которых сам Бог написанных осуществил. Точно так же и мы должны воспринимать заботу о других как высшую заповедь и, подобно остальным действиям всемогущего, пытаться подражать ему. Вообще иудаизм ставит на первое место помощь людям, а не поклонение Богу, так как Бог, в отличие от людей, никогда не испытывает нужды. А люди все время им нуждают. Это еще сказал Равин Блэх. Мы вчера в уроке рассказывали о человеке, который скопил деньги на кот, Найт Рог и отдал деньги на покупку лошади, которая пала у бедного там повозчика. Вот это все соединенные вещи. Центральная вещь, о которой мы с вами все время говорили, в Торе сказано, жизнь и смерть предложил я тебе благословение или проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потом свой твой. Все, а выбрать жизнь это что значит? Это основа любой духовной практики, это выбрать жизнь, определить путь ведущий к жизни. И определил и действуй, иди по нему. Замедли свой шаг, чтобы не пропустить вот эту развилку. Надо какой-то ясный ум более-менее, чуткое сердце, оно помогут тебе определить немножко какая-то дорога ведет куда. В каждой ситуации в жизни мы идем или туда, или туда, или туда. И только одна дорога ведет к Богу. Вот непревзятость она может позволить отдать на нужды незнакомца деньги, скопленные на трог, который должен был купить. Итак, выбор в пользу жизни это не альтернативно духовному пути. Это его вот как бы кульминация. Вообще человек не может решить, что он вне игры. Если он здесь, значит ему есть что исправлять, и ничто не поможет ему. Он должен это сделать. У нас есть выбор. Принимать все с любовью, наслаждаться плодами служения в этом мире. И при этом основная награда еще получить в мире будущем. Или пытаться избежать страданий в этом, противиться воле Бога, ныть, жаловаться, страдать все время. Итак, ушли мы в сторону. Главное верить. Обратите внимание, одна из книг, самые известные, которых мы знаем, это книга Руфь. Руфь, бывшая мавитянка, стала прародительницей царя Давида. Родители одного из величайших евреев не были даже евреями. Иудаизм это не религия, это скорее, безусловно, не раса. Евреи вообще это нация, сложившаяся благодаря вере. И их уникальность основана только не на избранности какой-то, а на том, что у них хватило мудрости вот на этом перекрестке сделать правильный выбор. Поэтому надо сделать правильный выбор. Не сидеть страдать, не сидеть плакать, не обсуждать свою судьбу, не рыдать на ней, а понять, что мы с вами в этом и есть сука. В этом и есть сука. Что все зависит от Бога, все, что нам кажется, что зависит от кого-то, от крыши, от кого-то, не работает. Только от Бога. А Бог, он милостивый. Брахавы от слаха, всего самого лучшего, сука, от самих.